Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу представить вам небольшой обзор международной литературы по хирургическому лечению опухолей ротовой полости. Ряд крупных международных исследований показывает, что приодеструкция при лечении самых различных на образовании полости хта имеет ряд преимуществ. Прежде всего, полость хта легко доступна как для осмотра, так и для проведения различных манипуляций. Высокое содержание влаги в мягких тканях слизистой оболочки полости хта способствует распространению ледяного шара, что и обеспечивает достаточно высокую эффективность метода криодеструкции. Местная анестезия является эффектом выполнения криодеструктивных операций, и, как уже Георгий Георгиевич говорил, о том, что в этом случае можно и не проводить локальную анестезию местными анестетиками. После проведения криодеструкции полость хта достаточно легко пациента наблюдать, поскольку полость хта также легко доступна для осмотра и дальнейшего наблюдения. И также возможно легко провести повторные вмешательства в случае наличия рецидива либо неполного выполнения криодеструктивных операций в случае большого распространения как доброкачественного, так и злокачественного опухолевого процесса. Это все-таки низкий риск кровотечения и инфекций, а также быстрое заживление раны в вторичном натяжении. Также, согласно данным международной литературы, существует ряд показаний и времени воздействия при выполнении криодеструктивных операций при наобразованиях опухоли полости хта. Так, например, абсолютными противопоказаниями, преимуществами при доброкачественных наобразованиях полости слизистой облачки полости хта, это прежде всего различные сосудистые наобразования небольшого размера, это гемангиомы, лимфангиомы полости хта, а также различные наобразования, которые являются вторичными для пациента, имеющие положительный статус ВИЧ-инфекции. Что касается лейкоплакея, который является предраковым заболеванием и в ряде случаев может стать уже плоскоклеточным раком слизистой облачки полости хта, то криодеструкция показала достаточно высокую эффективность. В 2012 году в журнале Head & Neck было опубликовано достаточно интересное исследование, которое оценивало эффективность аппликационного метода криодеструкции на 60 пациентов с лейкоплакея слизистой облачки полости хта. И было показано, что критериями неуспешности криодеструкции было показано, во-первых, расположение области лейкоплакея на слизистой облачке языка по сравнению с другими частями полости рта это большое распространение лейкоплакея, это более 2 квадратных сантиметров, а также толщина данной лейкоплакея более 5,5 мм. При выполнении мультивариантного анализа было показано, что только толщина лейкоплакея и слизистой облачки полости рта является статистически значимым фактором, который влияет на неблагоприятный исход выполнения криодеструкции лейкоплакея полости рта и требует повторных вмешательств. Тремя годами ранее те же авторы исследовали метод криодеструкции, который в англоязычной литературе называется как cotton swab, то есть использование жидкого азота и различных аппликационных методик с использованием ваты либо стерильной марли. Также было показано, что этот метод достаточно эффективен при лечении лейкоплакея полости рта, и также толщина лейкоплакея более 5,5 мм влилась неблагоприятным фактором, который способствует неполному излечению лейкоплакея и требует повторных вмешательств, в том числе и криодеструкции. Следует также сказать, что были проведены множественные исследования, которые сравнивали метод криодеструкции или метод лазерного иссечения лейкоплакея, а также фотодинамической терапии, при лейкоплакея полости рта и было показано, что метод криодеструкции обладает рядом преимуществ. В 1963 году в международном известном журнале New England Journal of Medicine была опубликована статья о первом применении экспериментального метода криохирургии. Был разработан специальный аппарат, работающий на жидком азоте в качестве хладоагента, который позволял выполнять как функционные, так и аппликационные методы криовоздействия. В 1965 году было опубликовано одно из первых работ Андрея Гейджа, доктора из Нью-Йорка, который оценил метод криодеструкции при раке слизистой оболочки полости рта и губы. В исследование было включено всего лишь пять клинических наблюдений, при этом это были возрастные пациенты, которые проведение классической хирургии было противопоказано из-за сопутствующей патологии, и оценивалось различное воздействие, в том числе температурные режимы, время воздействия и количество аппликаций. Оно составляло от 1 продолжительностью в 1 минуту до 9 продолжительностью в 2 минуты. Было отмечено, что только один пациент умер через 4 месяца спустя после проведения данного вмешательства, но он умер от острого инфаркта миокарда и не имел признаков рецидива по данным аутопсии. Один пациент имел признак рецидива через 6 недель после выполнения данного воздействия, однако опухоль полости рта была достаточно распространенная и соответствовала, если переводить на современную классификацию ТНМ 7-го или 8-го пересмотра, например, на категории Т2. В 1968 году тем же автором было опубликовано еще ряд наблюдений, уже исследовано 24 пациента, также использовался аппликационный метод криодеструкции, диаметр аппликатора составлял 9,5 мм, а температура воздействия минус 160 до минус 180. При этом целевая температура в области опухоли составляла до минус 40 градусов. Двум пациентам была выполнена именно криодеструкция, четырем пациентам была выполнена криодеструкция первичной опухоли полости рта и радикальной шейной лимфодиссекции, поскольку отмечались признаки наличия метастатического поражения шейных лимфатических узлов. В 14 случаев выполнялась однократная криоблация опухоли полости рта, при этом 5 пациентов умерло, 4 из них от острого инфаркта миокарда и 1 пациент от прогрессирования заболевания. Но стоит отметить, что у этого пациента была распространенная опухоль, которая соответствовала категории Т3 и положительного статуса лимфатических узлов шеи. В 1969 году тем же автором было проведено еще ряд исследований, при этом количество пациентов увеличилось и составило 50. При этом 5-летняя выживаемость при первой стадии заболевания составила 100%, при второй стадии заболевания 75% и при третьей стадии заболевания, которое соответствовало категории Т3-Н0, 5-летняя общая выживаемость составила 50%. В 1976 году авторами из Соединенных Штатов Америки было оценено 50 пациентов с опухолями полости рта, с локачественными опухолями полости рта, гистологически верифицированными как плоскопляточный рак полости рта. При этом локальный контроль через 3 года после наблюдения был 24-90%, при этом рецидива наблюдался только в 76%, и 24% пациентов были без рецидива, а 5-летняя выживаемость общая составляла 60%. В 1976 году очередная публикация доктора из Нью-Йорка Андрея Гейджа, который уже оценил результаты своей 5-летней выживаемости пациентов, который использовал аппликационный метод криодеструкции при первичных опухолях с листой оболочкой полости рта. При этом в исследование включено было 60 пациентов, а само исследование проводилось с 1964 по 1970 год. При этом важно отметить, что критериями включения были, прежде всего, те пациенты, которым при классическом подходе хирургического лечения требовалась резекция костных структур, например, костных структур нижней челюсти, верхней челюсти, а также высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, который не позволяет провести классическое хирургическое лечение. Как правило, это возрастные пациенты. При этом выполнялась аппликационная криодеструкция, диаметр аппликатора составил 9,5 мм, при этом температура в опухоли достигалась до минус 40 градусов. При этом на этом слайде вы можете сверху справа видеть операционную, как проводилась эта процедура, а снизу это температурный график в зависимости от экспозиции хладагента. При этом считалось, что ключевая температура должна достигнуть минус 40 в опухоли полостерта. При исследовании показателей пятилетней выживаемости было показано, что наибольшую выживаемость пятилетним имели пациенты с соответствующей первой и второй стадии заболеваний без поражения лимфатических узлов шеи. Следует отметить, что тем пациентам, у которых было метастатическое поражение лимфатических узлов шеи, выполнялась операция в объеме радикальной шейной лимфодефекции на стороне поражения. В 1979 году двумя исследователями Бекки и Бахтом были опубликованы результаты шестилетнего наблюдения за пациентами, которым они выполняли креодеструкцию опухоли слизистой облечки полости рта. При этом 27 пациентов имели доброкачественное образование сосудистой в виде гемангиомы 24 пациента лейкоплакеев, а 21 пациент плоскоклеточный рак. При этом распределение между мужчинами и женщинами составляло как 12 мужчин и 9 женщин. Средний возраст пациентов составлял 60 лет и диапазон возраста пациентов от 56 до 95 лет. Выполнялась аппликационная креодеструкция, при этом диаметр аппликатора составил 14 мм, несколько больше, чем в исследованиях Андрея Гейджа. Температура воздействия минус 160 градусов и время воздействия от 3 до 6 минут. При этом средний период наблюдения составлял 30 месяцев и варьировался от 11 до 57 месяцев. Следует отметить, что по результатам 6-летнего наблюдения за пациентами 67% пациентов не имели признаков местного рецидива. Но через 6 лет остались живы только 13 пациентов. При этом основными факторами неудачи при выполнении креохирургического лечения прежде всего является низкая дифференцировка первичной опухоли полустирта, а также наличие метастетического поражения неофатических узлов шеи. Опять же следует отметить, что креодеструкция выполнялась только на первичную опухоли полустирта. Значительно позже, в 1991 году, исследователем из Китая было выполнено ряд исследований, оценивающих эффективность лечения 50 пациентов с плоскохлечечным раком языка. Поэтому это было одноцентровое исследование, использовалась также аппликационная креодеструкция и применялось два цикла с пассивным оттариванием. Время цикла варьировалось от 3 до 5 минут и при этом захват здоровых тканей вокруг опухоли составлял 1 см, а температура воздействия в опухоли составляла минус 40 градусов. Также выполнялась контроль при помощи термопар. При этом по результатам данного исследования 3-летняя общая выживаемость составила 71,9%, а 5-летняя общая выживаемость 72,2%. При этом наибольшая выживаемость была достигнута у пациентов в первой и второй стадии заболевания. Если посмотреть на настоящий момент, что же происходит в области изучения криохирургии при раке полустирта, то исследований достаточно мало. На вчерашний день мне удалось найти только 16 исследований и подтверждаю тезис о том, Георгий Георгиевич, о том, что термины криохирургия и криоблация в настоящее время используются достаточно редко, и термин криотерапия будет более широким. Если мы будем использовать этот термин при поисковом запросе, мы получим, конечно, значительно большее количество исследований. Что же происходит на настоящий момент? На сайте clinicaltrast.gov, в котором регистрируются текущие и уже завершенные клинические исследования по теме криоблации у пациентов с опухолью языка, было одно интересное исследование, которое посвящено комбинации криохирургии, а также иммунотерапии при рецидивах рака языка. Настоящее исследование уже завершено, но в конце 2019 года, однако результаты, к сожалению, пока не опубликованы. Большое спасибо за внимание.